Проектирование шпонок для ступенчатых валов Оттенок тот же крутящий момент Обуславливает усилия F1 и F2, действующие на шпонке, расположенные, соответственно, на участках вала D1 и D2. Отсюда, по формулам, представленным на слайде, можно определить значения сил F1 и F2. Так как значение диаметра 2 больше значения диаметра D1, то сила F1 будет больше силы F2. По технологическим соображениям невыгодно выполнять на одном валу шпонки различной ширины. Требуется дополнительное время на смену инструмента. Необходим расширенный сортамент обрабатывающего инструмента на рабочем месте. Поэтому принято выполнять шпонки одинаковой ширины для всех ступеней вала, исходя из ступени наименьшего диаметра, как наиболее нагруженной. Расчёт на прочность ненапряжённых шпоночных соединений. Расчёту подлежат призматические сегментные шпонки. Основной нагрузкой шпоночных соединений является передаваемый с вала на втулку или с тулки на вал крутящий момент. Шпоночные соединения испытывают два вида деформаций. Смятие по боковым поверхностям и срез в сечении шпонки. Расчёт на смятие для шпоночных соединений является основным. Он производится по сопряжению паза втулки и шпонки. Расчётные формулы приведены на слайде ниже. Расчётные формулы по условию прочности на смятие и условия прочности на срез приведены на слайде. Выбор допускаемых напряжений. Величина допускаемых напряжений зависит от характера нагрузки. Статическая она или переменная. От характера работы соединения. Допускается или не допускается взаиме перемещение вала и ступицы. От степени точности определения действующих нагрузок. Допускаемые напряжения на срез приведены на слайде также. При назначении более высоких значений допускаемых напряжений на смятие от 200 до 400 ньютонов на миллиметр квадратный обязательно выполнение условия. Твёрдость вала и ступицы должны быть больше твёрдости шпонка. Продолжение следует...